Всем привет, с вами Фокс и сегодня я хочу вам рассказать про снаряжение, которое я использую. Так как я пытаюсь моделировать Девгру, я стараюсь соответствовать их образу. Так, давайте начнем с пояса. В пояс я использую реплику LBT Regist Belt, он очень распространен у Девгру, но некоторые используют Bianchi. Мне LBT больше по душе. Здесь я использую Кабуру, это у меня серпа для P226 в Тане. Креплю ее на пояс с помощью крепления Level 3. Она позволяет понизить профиль и не мешает при активных действиях. Сзади на поясе я использую реплику LBT Blowout аптечки от Arsarma в расцветке Hour 1. На игры ношу в ней пару бинтов и перекись для оказания первой помощи. Слева у меня находится ланьяр для антуража. По поводу пояса я придерживаюсь минимума, так как не хочу, чтобы мне что-то мешало. Сброс также не использую. И слышала, что в одном интервью один известный боец Девгру рассказывал, что лишний вес на поясе плохо сказывается на вашей активности. Поэтому они не используют сброс и не загружают свой пояс. Давайте теперь перейдем к одежде. Рубаха у меня оригинальная Patagonia L9 Old Gen. Очень удобная и комфортная. Использую я ее с закатанными рукавами. Мне так намного удобнее и не так жарко. А вот рука обрезать рукава у меня даже не поднимется. Станы у меня реплика от Team C Navi Custom Hour 1 Combat Pants. У них немного цвет ярче, чем оригинала, но я надеюсь, что со временем они выстираются и будет в самый раз. У них у меня находятся встроенные наколенники от Team C. Они прорезиненные, удобные и мягкие, но они не так защитят вас, как полноценные наколенники. Но они намного комфортнее. Обувь я использую реплику Lowa Zephyr. Они у меня с Gartex. Они очень удобные. Ноги в них не устают, не преют, не промокают. В общем, мне эти ботинки очень нравятся. Обувь, я думаю, один из важных элементов снаряжения, поэтому на них лучше не экономить. Для защиты лица я использую Neck Gator. Хороший армейский neck. Заказывала его на eBay. Он очень плотный, но, конечно же, как сетка он вас не спасет. Но при близком контакте его можно поднять вверх. И не будет так страшно. А в холодной погоде я использую Softshell. Он называется Dragon 2 City Style Softshell Jacket. Он у меня в цвете Coyote Brown. В принципе, хорошо сохраняет тепло. Не промокает. Все прекрасно в нем. Он очень удобный. Ну и он мне очень сильно нравится. Патчи я использую на левом плече. И арт-флаг Воор 1. Звездами вперед, как полагается. А на правом плече патч нашей команды. Вот и подошла очередь для моего бронежилета. Это у меня реплика от Team Seal. ЛБТ-64К версия для MP7. Взяла я именно К-версию, так как я планирую небольшую покупку в виде MP7. Также мне нужно было что-то легче, чем NCPC. Это, конечно, не самый универсальный вариант, так как эти подсумки у нас не съемные. Обычный ЛБТ-60-94 будет намного универсальнее, чем этот бронежилет. Но я сделала немного хитрее для того, чтобы использовать его до покупки MP7. Я поставила на него двойной подсумок для М4 от NCPC Simapa Gear. Также один пистолетный подсумок. Это реплика краевского пистолетного подсумка от Arsarm в расцветке AOR-1. Здесь я ношу Loader. И также от Arsarm у меня игловский стоп-патронник в AOR-1. В нем я таскаю шарли, запасную батарейку, ну и какую-нибудь мелочь. В патче на бронике я использую реплику AR-флаговый AOR-1. Не очень труёво, но мне нравится. И здесь мой позывной. Кнопку PTT я креплю на лямке. Она мне здесь не мешает и пользоваться здесь ей очень удобно. Как я вам говорила в одном из видео, не думала, тогда я не знала, что я смогу полюбить не корсетные бронежилеты. Потому что, ну, я думала, что они уже будут не такие удобные, как корсетные. Но данный бронежилет я просто влюбилась. Он такой удобный и очень легкий по сравнению с другими бронежилетами, которые я использую. Поэтому данный бронежилет у меня теперь в фаворитах. Рюкзак я использую реплику игловского Beaver Tail от компании ARS-Arm в расцветке AOR-1. Использую на нём патч Red Squadron. В данный рюкзак можно положить всё, что угодно и ещё немного. За счёт большого отсека с сеткой. Данный рюкзак я использую, когда мне нужно привести снаряжение на полигон, либо на крупных играх, чтобы таскать в нём гидратор, софт-шелл и то, что мне понадобится на большой игре. Теперь я вам расскажу, какой шлем я использую. Я использую реплику Obscore Maritime от фирмы FMA с Aquatrain Pan War 1. В нём я поменяла подушки, чтобы было удобнее и комфортнее его носить. Подвесная система осталась стандартная, я её не заменяла. Также поменяла Velcro на так называемые Devil Maritime Velcro. Использую на данном шлеме реплику Montastrobo от FMA. Работает он как и в VR режиме, так и в видимом спектре. Использую в основном для того, чтобы обозначить, где я нахожусь. Также использую красный VLight для того, чтобы обозначить, что я мертва. В основном это вечернее или ночное время суток. Также использую на шлеме патчи. Это мой callsign patch в команде и реплика AR-флага War 1. Также на шлеме использую Mount L4 G24. Он просто для антуража. Также использую адаптер-сет для крепления наушников от FMA. В правильном чёрном цвете, разумеется. Всё у меня прекрасно работает. Защёлкивается, отщёлкивается, поднимается, опускается. Всё хорошо, всё прекрасно работает. Также использую очки. Это у меня оригинальные ESS Eyes с прозрачной линзой. Конечно, для DevGru можно было купить что-то и попафоснее, типа ValiX. Но мне этого достаточно. Тем более, что это версия NAR-у. Это немного уменьшенная версия. И она мне в самый раз. Коммуникации я использую TRI Contact 3. Они у меня в цвете Coyote Brown. Крайне нежелательный выбор. Звук в них посредственный. Поначалу, конечно, всё было хорошо. Но сейчас стали какие-то постоянные перебои. Не знаю, почему. Это, может, мне попался какой-то брак. Кнопку я использую U94 от Zaytag. Работала нормально, но опять какие-то перебои. И я не могу понять, в чём дело это с кнопкой. Что-то не так или же это наушники. Ну и самый нетруёвый элемент в снаряжении, конечно же, рация. Рация у меня обычная Kenwood. Более дорогую рацию пока смысла брать не вижу. Конечно же, в мечтах PRC 148 под 10 пинов. Но мне этой пока хватает. Ну а теперь перчатки. Перчатки я использую Black Hawk. За два сезона использования перестала держать Velcro. При малейшем каком-то воздействии её с чем-то, с каким-то предметом. Она сразу же просто незамедлительно открепляется. Ну а пока вот так. Хочу поменять на Mechanics Black. Ну, пока вот так. Ну а теперь к вооружению. Вторичку я использую Zygzauer P226R от Tokyo Marui. Не очень, конечно, труёвый выбор за счёт маркировок. Но пока на кит от Prima я не созрела. Ну и на основное оружие я использую HK416D от фирмы East Crane. Она мне очень нравится. Такая сбитая. Прям приятно держать её в руках. На данном приводе я использую прицел. Это у меня Eutech 551. Немного затемнённая линза. Также, когда одеваешь китайскую защиту, у него становится очень плохо видно. Всё расплывчатое. Хочу сделать сама из поликарбоната. Далее у нас идёт пекло 5-й. Использую его в здании для быстрого наведения по лазеру. Ну и когда нужно что-то подсветить. Кнопку от него закрепила на рукояти Magpul RVD. Вот такими вот резинками. Они у меня продублированы на основной рукояти. Приклад использую Magpul CTR. Один из самых распространённых у Девгру. Ну просто он очень хорошо выглядит и он мне очень нравится. Конечно немного люфтит, но мне это не мешает. Механы использую как Станаги, так и Magpul. И то и то люфтит, но стоит хорошо, не вываливается и подаёт прекрасно. Глушитель использую. Это у меня Advanced Armament Corp M4-2000. Глушитель вообще использую для антуража, когда играю в зданиях. Обычно его снимаю, чтобы оружие стало более компактным. Ремень у меня сейчас стоит нетру. Это Magpul. Жду пока у Симапа появятся ремни в Аоре. Также антабка у меня стоит в то время на Daniel Defense. Вместе с ремнём поменяю на нормальную. Ну вот и всё. Данный кит у меня на конец 2018 года. В дальнейшем будет дорабатываться и меняться. Данный кит я использую в основном, так как он мне очень нравится. Иногда бывает одеваю мультикам, когда играем в лесу или на больших полигонах. Но это бывает очень редко. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем пока. Обувь. Обувь я использую. Сейчас. Обувь я использую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok